Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет. И потому все специалисты еще осенью прошли дополнительное обучение. Есть крыши сложные, которые крупонаклонные, с обледенением, где привязаться либо некуда, либо мало куда можно. Организуем для начала динамическую страховку, ну то есть все как в настоящем альпинизме, друг друга страхуем через страховочные устройства, страховочно-спусковые, с использованием веревок. Даже если на крышу нет специального входа, альпинистов это не остановит. У них есть специальная техника, которая вознесет их до самых небес. Уборка крыш работы почти ювелирная. Кровля требует бережного обращения. Существует, конечно, еще большая проблема, это старые крыши шиферные. На них мы вообще не имеем правды и не можем выходить, потому что как только наши ребята выходят, она просто полностью проваливается. Вот здесь мы таким образом работаем, мы это просто вовремя срезаем или сбиваем эти сосульки специальным присослаблением. Сброшенный снег и сосульки сразу же вывозят, чтобы пешеходы могли спокойно ходить по тротуару, не боясь увязнуть в сугробе. Все это обязанность управляющих компаний, перед которыми стоят жесткие сроки. За работой коммунальщиков пристально следят контролеры. Они есть в каждом районе. В случае нарушений выдают предписание, выполнить которое нужно как можно быстрее. На сегодняшний день в Самаре уже очистили более 90% крыш. Остальные, огороженные сигнальной лентой, ждут своей очереди. При этом собственникам квартиры администрация напоминает, сосульки на козырьках балконов и кондиционерах – это их головная боль. И если вовремя от нее не найти лекарства, придется платить штраф до 5000 рублей. Марина Матвеевич, на Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова